Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть в демо новое Resident Evil Village, или было бы проще, мне кажется, сказать Resident Evil Village. Демка называется Maiden, она уже давно вышла, еще у нас на очереди будет новая геймплей демо, которая вот только недавно вышла. Попозже с вами в нее поиграем. Сейчас пока вот в это, посмотрим, что из себя представляет эта игра. Maiden. Окей, мы, судя по всему, мы Итан. Я мало чего знаю про эту игру. Так, нужно эскейпнуть это подземелье. Опа, сразу вижу. Вот так мы сразу смотрелись и сразу понимаем, что тут есть... Вау! С таким стрёмом... Блин, я не прочитал записку. Погодите. Вот, посмотреть предмет. Старый кусок бумаги. Дай почитаем его. Ну-ка, я нажал. Я же нажал. Еще раз. Посмотреть. Икс. Икс. Вот, все. Тому, кто попытается сбежать из этого места. Я надеюсь, эта записочка хоть как-то вам поможет. Вы меня не знаете, но вам придется довериться мне, если вы хотите выжить. Для начала, вам нужно выбраться из этой камеры. Осмотрите, чтобы найти выход. Можете даже встать на колени или на руки, если вам придется. А потом ищите штучку, которая вам пригодится для побега. Она будет спрятана там, где они меньше всего ожидают. Пропитанная кровью. О, спасибо большое за записку. Так, значит, нам нужно будет присесть. А, так камера приятно движется. Такое чувство, как будто здесь очень тесно мне. Значит, а как присесть-то? Как присесть? Секунду. А, вот, все. Я понял. Кто это сделал? А, это я. Тут дверь автоматически активируется. Давай, еще ниже. Еще ниже. Возможно, я даже и не Итан. Блин, эти звуки. Это что такое? Ё-моё. Так, присядем. Пропитанная кровью. Что-то пропитанное кровью. Бо-о-о. Кстати, здесь прыгать нельзя. Что? А, я думал, мы прямо в камере найдем. А тут, оказывается... Стоп. Вот здесь полно крови. Блин, это инструмент для пыток. Не знаю, я бы взял что-нибудь уже в руки, чем можно отбиваться. Что-нибудь острое желательно. Взять. Всякие препараты. For keeping life, что... Чтобы... Ага. Обеспечить жизнь. Где? Справа, где-то был звук. Что? Блин, я испугался. Почему он активирует дверь автоматически? Нет, стой. Да нет. Хорошо, мне нужно найти ключ. Уже какой-то предмет. Открывается хорошо. О, блин, здесь трупы. Привет, джипперс-криперс. Да вы не пугайте меня. Это просто звуки. Это просто эмбиенс. Он даже не привязан ни к чему конкретному. Блин, а вдруг кто-то там по-настоящему ходит. Стоп, я уже здесь был. Все, мне надо просто дальше пройти. О-о-о-о. Кто здесь? Ты жив? Вряд ли. Хорошо, я так понимаю, мне нужен какой-нибудь болторез. Что-то, чтобы разрезать эту цепь. Открывается? Нет. Заперто. О, блин. Вот это жесть. А, вот это жесть. Я представляю, как это все дети. Я был как-то в Москве в музее пыток. И там, в принципе, все было довольно-таки так. Не трогало меня. По крайней мере, потому что я не сидел на всем этом. Но одна вещь, которая меня чисто визуально очень сильно востревожила. Это был такой брус, только треугольный. И один угол прямо вверх ровно указывает. Help me, brother. Помоги мне, брат. И на этот вот угол острый сажали. Там была картинка. Сажали девушку прямо вот между ног. Он ей упирался. И она вот так вот под своим весом. Ва! Все. Не буду говорить. Помоги мне, брат. Это ты говоришь? Что ты написал? Что это? Это женщина. Разве мы братья? Так. В крови. Должно быть вымочено в крови. В чьей же крови? Слышите? Вот еще тут полно крови. Блин, ну короче, в чьей-то крови по-любому это все вымазано. Нам надо найти эту кровь. Короче, какое-то BDSM. Секс-подземелье. А! Тебя я не заметил. И здесь нужен ключ. Твою же налево. Кто издал? Кто издал этот звук? Как я тебе? Погодите. Это она же, она упала. Хорошо. Болторез. Отлично. А! Черт! Как? Где ты был? А, вы все это время были здесь. А, Евгений, не кричи так сильно. А, болторез, давай, юзай. Все, идем. Представляю, как в VR, наверное, стрёмно играть в это. Вот в крови. Отмычка! Блин, она находится с таким звуком, каждый примет. А-а-а! Сволочь, мразь, 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 сволочь, мразь. Нет, нет, нет. Я лучше сам сяду на этот стул. Он здесь? О-о-о-о, нет. Черт! Черт! Давай, отмычка! Сработало? Уж, лучше бы ты сработала. Срочно! Давай, ну блин, уж такое. Сволочь! Открывайся, мать! Спасибо. Вау, красиво здесь. Он не идет за мной? Стоп. Может быть, я могу взять эту лампу с собой? Нет. Сейчас, погодите. Так. Очень большая чувствительность какая-то. Это game settings controls. Охрен тебе. Вот. На троечку, я думаю. По крайней мере, как-то проще управлять стало. И все плавнее. Мне кажется, вам даже удобней. Окей, идем дальше. У-у-у, блин. Кто это? Человек. Возможно, не человек. Возможно, это какой-то урод. Мутант. Что? Держи меня за руку, брат. Ты женщина, да? Что? Какой-то неприятный звук издала. Что здесь делают с людьми? Их продают как товар, из них вино делают? Воняет как-то. Хорошо. Как-то воняет. Тогда поймем человек куда-нибудь, где пахнет хорошо. О. Дансы макабри. Что-то не играет. Окей. Куда ж тогда мне? А. Не понял, чего-то не хватает здесь. Кто это сделал? Кто-то в ответ пытается открыть эту дверь. Смотрите, что увидел. Ага. Я могу назад посмотреть? Ну, блин. Это стрёмно. А есть какая-то кнопочка резко на 180 повернуться? Так. Что у нас тут? Какой-то кирпич. Ладно. Я так ощущаю, как будто в квестовой комнате. Да, это просто квестовая комната. Надеюсь, бесконтактная здесь будет. То есть перформанс, очевидно, меня ждет. Опа, здрасте. 9 июня 58-го года. Нифига, что-то мы прям очень как-то старинное подземелье нашли. Это был мой первый день на работе в этом замке. Я был, по большей части, шокирован видеть владык этого дома. И что они все были женщинами. Хозяева дома. Госпожа и ее дочери были очень непреклонны. И я не совсем понимаю речевой оборот, что это значит. И они не будут кусаться. Это было довольно необычно. Июнь 23-й, 58-й год. Прошло две недели с того момента, как я начал работать в этом замке. И я немного боюсь. Очередная служанка Аделла допустила ошибку. И мисс Даниэла порезала свое лицо ножом. И ночью я слышу плач. Такое ощущение, как будто бы призраки. Бродит по коридорам. И я хочу домой. Июль 8-й. 58-й год. Я не знаю, что мне делать. Две молодые девушки жаловались, что было слишком жарко и душно на ужине. Поэтому я открыл окошко. Просто буквально чуть-чуть. Закрой его! Закрой сейчас же! Они начали кричать. Я боюсь, что меня отведут в подвал. И меня больше никогда не найдут. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Это очень-очень старые записки. Учитывая, что я у меня болторез, очевидно, это наше время. Хорошо. Мы, кажется, сейчас выйдем отсюда. Наконец. Опа! Сквозняк! Это значит, что улица совсем близко. Сейчас тут на меня нападет, да? Нет. Слышите? Это шаги? Блин, надо присесть. Хотя, не знаю, работали здесь все тоже. Когда в приседку идем, мы тише не идем, короче. Так, я вижу веревка. Опа! Начинается. А я не могу ни в шкаф залезть. Ладно, просто открываем двери. Есть что здесь? Есть здесь сныкаться? Негде сныкаться. Блин, ну, конечно, все роскошно. Но мне не нравится такой стиль. Я понимаю, что он очень аристократичный, подходит всяким дворцам. Но, блин. Я вот не люблю, когда у меня дома есть что-то кружевное. Знаете, такая кружевная мебель. О! Вот эти лакшери. Кружева. Мне отели даже такие не нравятся. Я люблю. Обожаю стиль лофт. Ребят, давайте все стиль лофт сделаем. Вот у вас в подвале практически уже стиль лофт. Но не хватает пары деталей. Например, убрать трупы. Хотя, может быть, это новое слово в лофте. Стоп. Пусто. Все, больше здесь ничего нет. Это что, костер горит? Он горит, как будто бы вот прямо вот здесь. Не знаю, что это. Помните игра Pine View Mansion, что ли, называлась? Там были такие же статуи, которые на меня смотрели. О, блин. Так, это пазл. Хорошо. Короче, в один глаз нужно что-то вставить. Понятненько. И тогда мы сможем сбежать отсюда. Ну-ка. Здесь есть что? Нет, ничего. Я угораю над Эзидент Иволом. Потому что... Они всегда все в такой гротеск потом уводят. Вроде начинается все по-обычному. Обычный город. Обычные люди. Пистолетики там. Зомби. А потом начинаются какие-то странные сооружения в виде полицейского участка. С какими-то очень странными загадками. Какие-то странные коридоры, подвалы. Жуткие монстры. Все утрируется. Опа. Это, возможно, букет, а, возможно, herb. Растение, которое меня вылечит. Я что, по кругу, что ли, хожу? Я не понимаю, что происходит. Ладно, походу, мне надо как-то более тщательно исследовать все шкафчики. Ну, давайте сюда пойдем. Э? Здесь никого нет. Я слышу. Я слышу. Ничего здесь нету. А! Вот же, спускнись, точно. Кто? За мной наблюдают. Она даже смех не смогла сдержать. Она наблюдает, смотрит на мои потуги и угорает на меня. Здрасте. Кандидата. Ирина, Михаэла, Луи. Или Луиза. Отвергнуты. Дандора, Грета, Надин, Камелия, Бьянка, Мелина, Астрид. Астрид! 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 Это я! Людмила, Розалинда, Лина, Стефана, Габриэлла. Черт, нифига нету. Открой. Опа, оно открывается. Твою мать. Ладно. Пошли. Ну, пойдем. Кто здесь есть? Сейчас у меня такое ощущение, как будто я в амнезию начинаю играть. На улице зима. Вот оно что. И кто-то забыл закрыть окошко. Это тот чувак, что записку я читал. Какого хрена он? Видимо, он сказал, да чуть-чуть открою. У меня так же происходит. Я на чуть-чуть открою, а потом окошко от ветра чуть-чуть больше открывается. И все, пипец. Ну, конечно же, мы отсюда не выйдем. Тут нужен какой-нибудь, не знаю, ключ, отмычка, что-то такое. Смотрим. Глаз нет. Я не буду закрывать ящички. Пусть они знают, что я был здесь. Так, здрасте. Ничего нет. Ладно, валим отсюда. Кровь. Она всегда здесь была? Идем по следам. И след заканчивается прямо здесь. Очень страшно было смотреть наверх, если честно. Мы были здесь. Уже читали, читали. Да. Так. Что? These are like... Это как будто... Как шмотки, которые я... Ношу на себе. Это шмотки пленника. Да ё-моё, нету ничего здесь. Хорошо, давайте вот здесь посмотрим. Стоп, 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 стоп. Блин. Ненавижу геймпадом управлять. Вот эти FPS-ки, все FPS-ки с геймпадом, ну вообще неудобно играть для меня. Мне нужно было родиться чуть позже. Смотрите, сумка. И тогда бы я, у меня бы пальцы бы привыкли с детства к этому. Так, кровь. Тут пьют кровь. Губная помада. И что я должен сделать? Ничего. Я же не вижу дихрида просто. Дихрида, ребят. Так, ну да, мы уже здесь были. Видимо, я чё-то не доглядел просто. Лучше на столе посмотреть. Вот, уже что-то есть. Оп. Что это? Глаз! Вот так Евгений порешал. Идём быстрее, засунем этот глаз. Той милой статуэтки. Прямо в глаз. Кто там ходит? Погодите. Вон она. А ну стоять. Ты. Ты. Я должен с ней что-то сделать? Блин. О! Дэвид Блэйн! В рот мне ноги! Так. Что? Я не могу использовать как есть? А как? Погодь. Погодь, погодь. Давайте посмотрим. Давайте его обследуем. Обследуем. Нужно вытащить этот глаз из кольца. А! Ха-ха-ха! Это было просто. Вставить глаз. Открылась дверь. Всё. Мы прошли внутрь. Ты не допугаешь меня своей магией, женщина. Ну-ка откройся. Ну-ка откройся. Ключ. Отлично, 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 отлично. Сейчас я почитаю. Техника создания вина в замке Диметресу может быть отслежена аж до далекого 15 века. Задолго до нынешних оккупантов замка. Постояльцев, можно сказать. Альцина Диметресу использует этот легендарный, но и необычный рецепт, чтобы обогатить вкус вина, сделать его более насыщенным и, в общем, и букет. Толостый букет. Короче, чтобы букет цветов, ой, букет вкуса был букетный. Ее наилучший сорт вина это Sangius Virginius, что означает девственная кровь. Она содержится в специальной бутылке, декорированной запутанным серебряными цветами. Такие вот, очень красивые. Вот что, короче, вы должны знать. Очень красивая, красивая бутылка, в которой содержится лучшее вино. Кровь девственницы. Мой любимый сорт. Так, ну походу, 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 стоп. Думал, что мы все. Опа, карта с сокровищами. Ну, черепа всегда означали что-то подобное. Э, так, ну не закрыли, ну какого фига? Так, так, так. Ребят, походу, мы выходим и идем вниз. Походу, мы выходим и идем вниз. Походу, все так и есть. Она здесь? Я слежу за тобой. Да я понял уже. Я же знаю, это все игра. В прямом смысле, это игра Resident Evil 8. Ты знал об этом? Ой, не туда. А куда ж? Забыл. Все. Бегит, мразь. А как я должен был? Что я должен... Куда я бегать? Женщина, помогите. Куда мне бежать? Пускайте дорогу. Я закончен. Нет. След кровавый, приведи меня к спасению. Прошу тебя. Yes, bitch. Да быстро. Так, это другая женщина. Но мы наконец-таки встретились. Какая-то большая. Нет. О! Росомаха! Спасибо, что поиграли. Окей. Окей. Как я сказал, гротескно, пипец. Гротескно, шо, пипец. Все отовсюду лезет у них. Изо всех... Не знаю, отверстий, изо всех конечностей лезут всякие шипы. И... Края этому и конца этому не видно. Круто! Надеюсь, игра будет интересной. Именно уже полная версия игры. Потому что Resident Evil 7 была прикольной. Была такая, знаете, очень атмосферная, очень страшная, жуткая. До тех пор, пока тебе шотган не дали в руки. И все превратилось в экшен. Обычный посредственный экшен. Я надеюсь, здесь... Нет, здесь тоже самое будет, я уверен. Но, может быть, история будет еще крутая. Короче, не буду предварительно судить. Давайте просто дождемся выхода и поиграем. У нас еще на очереди другая демка. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте кучу лайков. Подписывайтесь на канал, ставьте доску своими. Также не забывайте, что у меня вышел второй номер моего комикса Game Hunters. Это очень крутая история. Я сам ее написал, от души фактически оторвал. И сейчас на сайте, который вот здесь вот, нажмите, доступна печатная версия, эксклюзивная. Здесь будет мой автограф личный, который я сам подписал. Простите. Он будет вот здесь. Также есть просто бесплатная версия в электронном виде на сайте. Для всех, кто зарегистрировался, заходите, поддержите этот проект. Мне он очень дорог. Огромное всем спасибо. С вами был Юджин и всем пять.